друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставите лайки и так все меньше дней остается до заката конца 2020 года очень непростого для всех трейдеров и инвесторов из-за ситуации с к видом да вы все прекрасно знаете друзья но в то же время эти две недели могут быть крайне насыщенными на движение на финансовых рынках на волатильность это то что нам и нужно потому что когда движение на финансовых рынках нет нам приходится скучать друзья сейчас совершенно другой случай мы в любой момент можем получить новости от конгресса касательно новых мер экономического стимулирования я продолжаю верить в адекватность американских законодателей как бы это смешно не звучало республиканцев и демократов которые должны осознавать все риски с которыми сейчас столкнулась американской экономикой должны понимать что если до конца этого года они не примут пакет фискальных стимулов на 908 миллиардов долларов ну ладно давайте цифру наверное опустим потому что в конце концов решение может быть все таки по объему а финансовой помощи поменьше в общем если они не согласуют новый фонд на государственной поддержки для экономики то фактически могут потерять больше одного месяца еще друзья то есть первый квартал это потенциально период ужасающих показателей макроэгономических для американской экономики и ну не видеть эти риски они просто не могут возможно все упирается в политическую тему как будут трактовать и скажем а чьим достижением будут трактовать новый фонд экономической помощи республиканцев или демократов если так то дожидаемся голосование коллеги выборщиков фактически прям совсем на нас у это событие ждем объявления о том что президентом сша стал джо байден и тогда уже рассчитываем на то что конгресс будет более проактивным новые меры экономического стимулирования друзья это серьезный катализатор фрам давления для курса американского доллара мы работаем с индексом американской валюты 90 73 сейчас котировки и я продолжаю прям настаивать друзья на том что мы можем удерживать и короткие позиции с целью закрепления этого инструмента который по сути является сейчас локомотивом всего валютного рынка ниже 90 пунктов на протяжении многих месяцев я действительно пытаюсь объяснить вам в чем кроется основные предпосылки для подобной динамики повторяться не буду потому что каждый раз мне удавалось сделать особый акцент то на статистику то на ситуацию с к видом то на действия непосредственно монетарных властей то на ситуацию с американским рынком долго ну в общем со всех секторов ветер дует в сторону того чтобы тренд по индексу американской валюты оставался таким же крутым в плане снижения до коррекция еще будет возможно мы снова будем наблюдать как покупатели решат затащить индекс доллара выше 91 пункта не раз уже такое было друзья но используйте эту возможность чтобы поставить на оснижение индекса американской валюты потому что когда придет новость о новых мерах стимулирования от конгресса наверное уже будет поздно открывать сделки в цел потому что индекс доллара на этой новости в моменте может очень лихо обвалиться сразу хочу сказать друзья то что если конгресс будет медлить в течение вот оставшейся части 2020 года у нас есть небольшой козырь еще и мы можем его задействовать сейчас формате ожиданий и уже в эту среду формате фактических решений потому что в эту среду по итогам двухдневного заседания американского регулятора фрес в лице джерома паула может действовать более проактивно чем а конгресс мы помним джером паула уже неоднократно критиковал американских законодателей и отмечал что если те не сейчас помешают ситуацию не помогут экономики новым бюджетным фондом то тогда это сделает фрс через дополнительное смягчение монетарной политики так вот друзья в эту среду несмотря на то что основные ожидания потенциальных изменений денежно-кредитной политики от федрезерва уезжает на январь я думаю что как раз изменения последуют не в январе а вот сейчас то есть у конгресса есть фактически несколько дней чтобы опередить фрс если они этого не сделают ничего страшного мы дождемся тогда на новых мер экономической поддержки от американского регулятора эффект будет тот же тем же самым также хочу отметить вот на выходных прочитал очень интересную статью от морган стэнли касательно того как будут меняться балансы центральных банков в двадцать первом году и морган стэнли на первый из инвеста банков пытался спрогнозировать именно то как он активно будут центральные банки стимулировать экономику в двадцать первом году потому что эксперты аналитики этого банка видят те же самые риски что и мы друзья риски того что коронавирус не отступит даже несмотря на появление вроде бы как эффективной вакцины от файзера так вот только от фрс можно будет ожидать допа стимулирование более чем на 2 триллиона а долларов я думаю что реальная цифра может оказаться гораздо выше поэтому по индексу американской валюты только лишь ставка вниз за золото 1833 друзья здесь только покупки в принципе как и раньше все завязано на идее того как быстро конгресс все-таки опомнится и решит помочь экономике вот как только это произойдет конечно же на инфляционных риск золото окажется выше отметки 1850 и в идеале бы выше уровня 1900 долларов за тройскую унцию нефти друзья 50 30 я в коротких позициях в плане фундамента вы все прекрасно знаете текущий рост является фактически аномальным потому что мы получаем подтверждение роста предложений даже последний отчет от бейкер хьюз это рост количества буровых сша за минувшую неделю на 12 единиц и соответственно потенциально в будущем через неделю-две мы когда пройдет вот этот временной лаг увидим увеличение нефтедобычи со стороны американских производителей растет производство в ливии если баден снимет санкции с ирана будет еще до поставки оттуда страна опек с 1 января готовит готовит собственно возможность увеличить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки вы об этом также все прекрасно знаете друзья у нас рост предложения на фоне слабеющего спроса а доказательством того что спрос остается подавленным пожалуйста последний релиз по штатам по спросу на нефтепродукты на бензин запасы нефти резко выросли запасы бензина также увеличились но нету сейчас потребления того и в тех объемах которые рассчитывали увидеть оптимисты под закрытие двадцатого года мировая экономика не восстановилась к уровням конца девятнадцатого это значит то что с проблемой опережающего роста предложения над спросом мы продолжим работать и дальше я считаю что вот этот вот как раз потенциальный новостной триггер виде расхождения спроса и предложения он в любой момент может опрокинуть котировки черного золота не могу на таком фоне позволить себе друзья открыть длинную позицию новозелание спротив доллара но 70 85 ждем отметку 0 72 сегодня еще будут открывать оппозицию по австралии сейчас котировки но 75 а 40 в случае пробоя дневного максимума на отметке 0 75 60 захожу в лонг с целями друзья долгосрочными целями в районе отметки 0 80 евро против доллар 1 21 32 лонг сохраняем две важнейшие причины почему евро будет расти во первых это новый стимул от европейского центрального банка увеличение программы экстренного кредитования на 500 миллиардов евро фактически общий фонд программы превышает 1 триллион восемьсот миллиардов евро продление периода действия этой программы до марта двадцать второго года соответственно еще следующий а фактор это одобрение всем возможными регуляторами вакцины от ковида я имею ввиду на вакцины компании от файзер это то что будет способствовать все всплеску интереса трейдеров в отношении рисковых а инструментов и в связи с этим еще если добавить и потенциальную слабость доллара я рекомендую дожимать пару евро доллар выше отметки 1.22 1.23 к цели кстати сети морган стендли на отметке 1.25 фунт против доллара 1.3311 с открытия сегодняшнего дня плюс 150 пунктов это ценовой разрыв гэп но если друзья вы следили за новостями это реакция не на то что соглашение достигнуто это реакция на то что и если и англия не достигнув соглашения решили все-таки взять еще один раунд дополнительный и немножко затянуть переговоры попытавшись выйти на общий язык ну не знаю получится или нет мне кажется что все-таки жесткий брэкзита неминуем как я действую по фунту друзья вы все прекрасно знаете на этом собственно все хорошая вам торговой недели до скорых встреч пока